здравствуйте меня зовут сергей медведский мы на канале текстиль эксперт и сегодня эфир будет посвящен бамбуковому волокну это волокно недавно относительно ворвалась на наш рынок стремительно лет примерно 15 как и заслужила всеобщую популярность сегодня мы должны разобраться что правда из того что говорят про это волокно а что миф поэтому я назвал этот ролик сегодняшний эфир кто подставил панду бамбуковое волокно из бамбукового волокна сейчас представлен огромная масса товара это бамбуковые носки шторы одежда постельное белье ну и в первую очередь это различные дополнительные подушек одеяла и так далее производители и маркетологи навязывают нам это волокно провозглашая самые различные прокламирую рекламирую самые различные его свойства такие как материалы дышащие гигроскопичные прочные они защищают от ультрафиолета они мягкие антибактериальные блестящие износостойкие воздухопроницаемый и гипоаллергенные что же из того о чем нам говорят про бамбуковое волокно правда а что миф давайте попробуем разобраться ну начнем из того что такое вообще бамбук по сути это даже не дерево это быстро растущая трава которая произрастает в странах юго-восточной азии индия китай индонезия филиппины бамбук 1 считывается до 1000 видов есть такие сорта которые вырастают до целого метра в день ну и больше всего произрастает это волокна в азии 28 процентов в америке и немножко в африке волокно это нас троне вернее древесина то настолько популярна что даже в языках индийском китайском вьетнамском она называется посмотрите как в китае называют друг людей в индии древесина бедных в вьетнаме брат то есть из бамбука делать огромное количество материал строят жилье делают мебель используют там для посуды музыкальных инструментов и для чего только не использует этот бамбук но оказывается из него может делать и текстиль существует две технологии в мире по которым можно получить текстиль из бамбука первое это химическая технология или вискозная и вторая технология это механика химическая технология соответственно волокно получено по этой технологии и по этой имеет разные названия если волокно получено по химической вискозной технологии она называется бамбу вискоз бамбу рейн или бамбу это волокно получено по вискозной технологии если же это механика химическая технология тогда производители обязаны указывать бамбу линен как бы бамбуковый лен разберемся с этими двумя технологиями Итак, первая более редкая технология – механико-химическая технология. По этой технологии из бамбука необходимо выделить вот эти волокна, которые находятся в стебле. По сути, это напоминает добывание волокон из стеблей растений рами, джута или конопли. Для этого нужно из стебля бамбука изнутри достать эти более мягкие волокна, затем их разрыхлить, разделить друг относительно друга, убрать клей склеивающих между собой, и тогда получится волокно. Технология эта достаточно сложная. Посмотрите, здесь я схематично привел технологические переходы для получения такого волокна. Это разрезание, убирание верхнего слоя, кипячение, удаление грубых веществ, опять кипячение, обработка при высокой температуре, промывка и так далее, и так далее. А затем это волокно еще обрабатывают энзимами. Энзимы – это такие бактерии, которые выедают, грубо говоря, клей, лигнин, который позволяет волокна разделить друг относительно друга. И в результате всех этих метаморфоз и превращений мы получаем вот это волокно. Оно может быть разное по длине, разное по толщине. И вот это волокно, в принципе, напоминает волокна рами или волокна джута. Выглядит оно следующим образом. Вот это волокно, состоящее из нескольких еще склеенных волокон при большом увеличении, в сечении представляет собой пятиугольник или октаэдр, как и волокно льна. После экстракции этого волокна, после его ферментизации, получается очень короткое волокно. Его длина всего около 2000 микрометров. Сколько это? 2000 микрометров – это 2 мм. Вы понимаете, что из волокна 2 мм сделать пряжу невозможно. Чтобы сделать волокно нужно 20, 25, 30 мм. Поэтому такое волокно, конечно, непригодное для получения пряжи. Его можно использовать как наполнитель, но больше всего оно идет в производство нетканых материалов. Из такого волокна, бамбулины, можно сделать текстиль. Технология сложная, технология трудоемкая, технология дорогая. Из него можно получить очень качественное постельное белье. Оно дорогое, технология сложная, поэтому не распространена. В основном все, что мы видим под названием бамбуковое волокно, сделано по второй технологии, по вискозной. Итак, что же это за вискозная технология? Вискозное волокно известно очень давно. Получают его уже больше, чем 100 лет. Я вам даже скажу больше. Это первая технология, первое волокно, которое было синтезировано человеком очень-очень давно. По сути, бамбуковое волокно – это и есть вискозное волокно. Только получено из другого растения. Вискозное волокно получают из целлюлозы. Целлюлоза является природным полимером. Целлюлозу добывают из древесины. И абсолютно без разницы добывать ее из древесины сосны, эвкалипта или березы. Для того, чтобы получить вискозное волокно, нужно из древесины получить целлюлозу, а затем из целлюлозы получить волокно. Это очень сложный химический процесс. Включает много технологических процессов. Из целлюлозы ее варят, отбеливают, сушат, мерсеризуют, измельчают. И много других превращений, прежде чем получают беленькое, красивое вискозное волокно. Эта технология достаточно вредная и не экологичная, поскольку в процессе вот этих всех химических процессов выделяется много вредных веществ. В осадительной ванне, в водах, в газах, в воздухе. Это цинк, это соль различных металлов, это сера, которые, в общем-то, достаточно трудно очистить. И поэтому много лет назад большинство производителей вискозы европейских уехали туда, в страны Средней Азии, где менее жесткие требования к производству вискозных волокон. Но некоторые остались в Европе и даже являются эталоном производства. Например, австрийская фирма Ленцик, которая показательно получает много разных видов вискозных волокон, и он отвечает всем самым жестким европейским стандартам по экологии. А теперь представьте, для того, чтобы вырастить сосну, нужно 30-40 лет, прежде чем из нее можно получить целлюлозу для вискозы. А чтобы вырастить бамбук достаточно 3-4 лет, после чего можно срезать бамбук и делать ту же самую вискозу. Причем бамбук растет с того же места, это трава, не нужно перекапывать, даже с того же среза может рядом начать новый росток пробиваться и так далее. То есть это намного быстрее, намного безопаснее, намного меньше травмирует экосистему. Ну а кроме того, в те страны, куда я переехал вискозный природ, там это все растет, как сорняк, как трава. Поэтому, конечно же, из вискозы производить целлюлозу, из бамбука производить целлюлозу и вискозу, конечно же, гораздо дешевле, быстрее и проще. Были проведены исследования, где сравнили целлюлозу из бамбука, березы и сосны. Что же мы видим? Содержание целлюлозы не сильно отличается друг от друга в сосне, в березе и в бамбуке. 45-50%. Содержание остальных веществ тоже примерно такое же. А если у них одинаковый химический состав, пектина, лигнина и целлюлозы, значит и свойства у них должны быть примерно одинаковые. Я это веду к тому, что бамбук и вискоза это примерно суть одной и той же, только из разных исходных веществ. Дальше, после того, как получили вискозный раствор, его продавливают через фильеры и получается бамбуковое волокно. Сечение бамбукового волокна может быть разное. Может быть вот такой вот изрезанный профиль носить, может быть почти круглая или бобовидная. Вот мы видим поперечное сечение бамбукового волокна. Бамбука это целлюлозное волокно. Вот так вот выглядит вискозное волокно. Из него можно делать пряжу, можно его сразу получать в виде комплексных нитей. Это волокно можно смешивать с хлопком, с шерстью, с другими химическими волокнами. Получать самые различные текстильные материалы. Ткани, трикотажные, тканые материалы для одежды и для разных других целей. Итак, теперь мы начнем разбираться с мифами. И что миф, и что правда вокруг бамбукового волокна. Итак, первый миф о том, что бамбуковое волокно натуральное. На нем многие производители, маркетологи говорят, что бамбуковое волокно натуральное. Но мы с вами выяснили, что нет, это волокно ненатуральное. Это химическое волокно, искусственное, целлюлозное. По-английски называется man-made, сделанное человеком. Но это волокно, из него можно делать потом пряжу, изделие и так далее. Но оно ненатуральное. Натуральным с натяжкой можно назвать вот этот бамбулинен, который добывают из стеблей растений. Но таких, как я вам сказал, волокон очень мало. В основном они получены из вискозной технологии. Но производители не спешат вам указывать на то, что это вискозная технология. Вас убеждают, что бамбук это натуральное волокно. Итак, мы выяснили, это миф. Бамбук и волокно ненатуральное. Следующий. У бамбука хорошая воздухопроницаемость и гигроскопичность. Без вопросов. Благодаря вот этой вот изрезанной структуре волокно хорошо впитывает. У него много зазубрин, много трещин вот этих вот на волокнах. Поэтому оно хорошо впитывает влагу, хорошо проводит воздух. Действительно прекрасная гигроскопичность. Мы считаем, что это правда. Посмотрите, как выглядит при большом увеличении вискозное волокно. Вот, например, по сравнению с хлопком. Это вискоза, это хлопок, это хлопок с вискозой. Видите, много вот этих вот расстояний. Волокно менее ворсистое. Значит, сюда будет хорошо проникать воздух. Оно будет хорошо впитывать влагу. Такие изделия впитывают до трех своих масс. Три массы может впитать текстильный материал из вискоз. То есть, оно очень гигроскопичное. Кроме того, у него хорошие теплообменные свойства, хорошая теплопроводность. Соответственно, летом будет изделие дышащее. Вы будете чувствовать прохладу, у вас тело будет охлаждаться. В общем-то, хорошие термосвойства также у вискозного волокна. Значит, мы выяснили, что это не миф. Это правда. Действительно, такое волокно воздухопроницаемое и гигроскопичное. Следующий, наиболее распространенный миф, что это волокно антибактериальное, которое поддерживают производители и продавцы товаров. Которые пишут, что постельное белье, одежда из бамбукового волокна антибактериальное. Приводят исследования каких-то ученых, что 70% бактерий погибают в течение нескольких часов. Ну и мне стало интересно разобраться, так это или нет на самом деле. Поэтому большой материал мне пришлось изучить. Много ученых тоже задались этой целью, которые решили проверить, антибактериальное оно или нет. Что они делали? Они подсаживали различные бактерии на различные ткани из бамбукового волокна из разных сортов. Это были кандиды, это были стафилококи, подсаживали на ткани из бамбука и на обычный хлопок, например. И смотрели, будет там бактерия умирать. Ну на самом деле это оказался миф. Никакие бактерии не умирают, никаких антибактериальных особенных свойств у бамбука не замечено. Откуда же взялся этот миф? Я думаю, что он пришел вот откуда. Дело в том, что натуральный бамбук, который растет, его не нужно опрыскивать. Он не подвержен воздействию насекомых. В самом бамбуке, в его составе, в натуральном, тот, который растет, есть такое вещество, которое этих насекомых и всяких вредителей отпугивает. А значит, нам не нужны химические удобрения, чтобы их убирать. Но в процессе переработки эти вещества удаляются. Их не остается в вискозном бамбуке. А значит, обычная вискоза, бамбуковое волокно из вискозы, не имеет никаких антибактериальных свойств. Чтобы развить этот миф, Всемирная торговая ассоциация, Всемирная комиссия по здоровой конкуренции даже запретили многим фирмам указывать вот это вот антибактериальные свойства и так далее. Антибактериальные свойства может обладать вот этот вот натуральный бамбук, который получен из древесины, так называемый, мы его назвали бамбу-линин. Итак, это миф. Антибактериальных свойств у бамбука нет. Еще один миф – это защита от ультрафиолетового излучения, которое тоже многие производители приписывают бамбуковому волокну. Нет, сравнили, проверили защитные свойства у бамбука и у хлопка, они оказались абсолютно одинаковыми, поэтому еще один миф был развеян. Едем дальше. Антистатические свойства. Есть ли у бамбукового волокна и у изделий антистатические свойства? То есть не накапливает ли он антистатический заряд. Гигроскопичность у бамбукового волокна высокая, у вискозного волокна высокая. А раз высокая гигроскопичность, значит антистатика не накапливает изделие статический заряд. Совершенно верно, это действительно так. Низкая пеленгуемость. Большинство изделий из вискозы действительно обладает низкой пеленгуемостью. Трикотажные и тканые изделия не образовывают катышки на поверхности, поэтому изделие будет долго сохранять хороший внешний вид. Это правда, пеленгуемость действительно низкая. Красивый внешний вид, мягкость и блеск. Да, вискозу можно делать матовую, вискозу можно делать блестящую, и можно делать разных цветов, оттенков. Она мягкая, приятная на ощупь. Изделие выглядит красиво, дорого, шикарно. Часто ее называют искусным шелком, поэтому действительно это правда. Все вышесказанное. Следующий показатель рассмотрим прочность. Многие правители говорят, что бамбуковое волокно очень прочное. Бамбук, сам дерево, прочное. Изделие из бамбуковой древесины прочное. Но это не имеет никакого отношения к бамбуковым волокнам, полученным по вискозной технологии. Посмотрите, разрывная нагрузка бамбукового волокна 23,3 см на текс. Для какого-то из хлопка, из сортов хлопка, я выбрал 25,6 см. Примерно одинаковый, плюс-минус. Но нельзя забывать, что у вискозы, в том числе у бамбуковой, есть такой недостаток. В мокром состоянии она теряет до 50% прочности. Хлопок, наоборот, в мокром состоянии становится прочнее на 10%. А любая вискоза теряет половину прочности. Поэтому прочность вискозного волокна бамбукового – это миф. Тем не менее, плюсов много. Волокно хорошее. Изделие хорошее, приятное, комфортное. Используйте, покупайте изделия из бамбука, но не ведитесь на ложные суждения, которыми вас недобросовестные маркетологи и продавцы пытаются пичкать. Спасибо за внимание. С вами был Текстиль Эксперт. Всего хорошего. Продолжение следует...